Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Куда, 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 передо мной. Так, так, теперь еще наш шаг поближе ко мне. О, молодцы. Стоп, стоп, стоп. Так, ребятки, во-первых, здравствуйте. Вы сегодня приехали в военный музей, центральный музей внутренних войск Министерства внутренних дел России. Наш музей был образован 12 марта 1968 года. Первых своих посетителей мы приняли 4 февраля 1972 года. Экспозиция нашего музея рассказывает об истории внутренних войск, начиная с 1811 года и по настоящее время. Сегодня я вам покажу наш музей. Немного расскажу об истории внутренних войск, о том пути, который они прошли, о некоторых традициях, которые существуют в войсках. И, естественно, расскажу о том, чем занимаются внутренние войска сегодня. Если в ходе экскурсии вас возимут какие-либо вопросы, пожалуйста, в конце вы можете подойти ко мне, задать их. Я постараюсь на них ответить. Зовут меня Марина Викторовна. Ну, а сейчас, перед тем, как начать свою экскурсию, поскольку я сказала, что вы находите в военном музее, естественно, мы с вами увидим сегодня все то, что окружает военнослужащих внутренних войск каждый день. И то, чем они имеют дело. Мы с вами увидим образцы формы одежды по периодам истории развития внутренних войск. Увидим очень много наград, медалей, орденов, знаков. Мы с вами увидим оружие холодное, огнестрельное, то, которое использовали военнослужащие внутренние войск на протяжении всей истории существования. Мы с вами увидим макету боевой техники. И много, что еще интересного. Ну, и в начале экскурсии я вам хочу сказать о том, что сейчас на базе внутренних войск создаются, создаются войска Национальной Гвардии Российской Федерации. Национальная Гвардия, войска Национальной Гвардии напрямую будут подчиняться президенту Российской Федерации. И, естественно, военнослужащие войск Национальной Гвардии будут продолжать выполнять задачи по охране особо важных объектов у нас в стране. По охране общественного порядка на улице Бородов, защищая нас с вами от преступников. И также военнослужащие войск Национальной Гвардии будут вести борьбу с терроризмом внутри страны. Это важнейшие задачи, которые выполняют военнослужащие, чем тем самым оберегая нас с вами, оберегая мирный покой внутри страны. Ну а Национальная Гвардия России берет свое начало с 27 марта 1811 года. Именно в этот день император России Александр I подписал указ, на основании которого существовавшие ранее губернские батальоны, инвалидные команды, которые занимались охраной внутреннего порядка в стране, были объединены в специальный вид войск, который в тот период времени получил название Внутренняя Стража России. 3 июля 1811 года было подписано положение для этих формирований, в котором определились задачи. И одна из них — это охрана порядка во время проведения различных праздников, в том числе церковных праздников, народных гуляний, ярмарок. Эта задача, пройдя через этот большой период времени, остается за военнослужащими и сегодня. Здесь вы видите форму одежды, в которой одеты военнослужащие наших войск в тот период времени. И здесь же на фотографии вы видите первого начальника наших войск, графа Евграф Педотовича Комаровского. Он стоял у истоков создания этих формирований, являлся инициатором их создания, почти в 18 лет командовал внутренней Стражей России. Здесь видите награды, графа Евграф Педотовича Комаровского, ордена. И здесь же вы видите книгу-мемуары, которую он стал писать о своей службе. Ну, фактически уже в конце. Ребятки, дело все в том, что за реализационный период истории внутренних войск неоднократно менялось их название. Это было связано с той исторической ситуацией, которая складывалась в стране. Естественно, войска назывались внутренние стражи, отдельные группы внутренней стражи, местные войска. И кардинально изменились войска после Октябрьской революции 1917 года. Давайте с вами развернемся. В этот период совершилась Октябрьская революция, практически перестала существовать Российская империя, создавались новые органы, управленные страной, создавались и новые внутренние войска. И вот в тот период времени военнослужащие внутренних войскополали важнейшие задачи. Они принимали участие в заготовках хлеба, соли, сопровождали креста в окруженной продовольственных местах назначения, вели борьбу с генетизмом, принимали участие на фронтах гражданской войны. Это было очень ярко здесь представлено. И, естественно, после революции 1917 года, не было никаких наград, ни медалей, ни орденовцев. Ну, то, чем можно было наградить военнослужащего за мужество играет в правильном бою и при выполнении каких-то специальных задач. И вот в тот период времени военнослужащего награждали каким-то ценным подарком. Так, чтобы у него память оставалась на всю жизнь, а по подвигу, который он совершил. Ну, естественно, в том период времени особенно ценилось оружие, как холодное, так и агрессивное. С позиции вы увидите маузер. Маузер в ковуре. Вот таким оружием особенно часто награждается перед революбой насушкой. Если маузер вынуть из ковуры, вот этой стороной подсоедки вот к этому тонкому концу, то, естественно, можно было использовать маузер, положив ковуру на плечо и стрелять с плеча, либо использовать ковуру как приклад к приближенному бою при отражении атаки бандита, преступника и так далее. Могли наградить холодным оружием. С позиции вы видите очень красивая старинная шашка с серебряным весом. Ей был награжден наш военнослужащий Леонид Александрович Аксенов. А на нужных этой шашке вы увидите две надписи. Вверху «Да не дрогнет рука героя перед врагом», и внизу «Честному воину рабочей крестьянской красной армии за подвиги», так и писали, «за подвиги». Бивые надписи, которые курили, их могли наградить курительной трубкой, курительной трубкой с лавой, после уже потом, наверное, вы видели, видите, могли наградить портсигаром. Портсигар мог быть золотой, мог быть серебряный, вот такой, а мог быть самый обыкновенный, вот такой, для военнослужащих совершенно неважно было искать, как он сделал, главное, что у него оставалась память о том подвиге, который он совершил. Могли наградить часами. Часы могли быть золотые, серебряные, вот обратите внимание, у нас есть серебряные часы, еще до институтного производства. Могли наградить, чем еще могли наградить? Предметами одежды. Наверняка все смотрели художественный фильм «Офицеры». Старый фильм, он был все-таки вверх, как цветной. Если не видели, посмотрите, офицеры. В начале фильма был интересный фрагмент, когда командиры замужут свой героизм, и правильные в бою награждали красными, революционными, шароварами. Потому что одежды не хватало, и поэтому, в том числе и предметами одежды, могли наградить военнослужащего. А я хочу рассказать об одном нашем военнослужащем. Давайте смотреть вот эту фотографию. Это Дениил. Это Дениил Никифорович Волков. В ту революцию он служил в русской армии простым солдатом. За мужество и героизм, правильный в боях, был награжден четырьмя георгиевскими крестами. У лежи награды, вы здесь видите, вы знаете, что георгиевский крест считался самой высокой боевой наградой русской армии. Эта награда военнослужащего могла наградить за исключительное мужество, проявленное посредственно в бою. Был два золотых и два серебряных креста, четыре полный георгиевский банк. И вот после революции Дениил Кифорович Волков переходит на сторону советской власти. Он был зачислен в боевой отрядами и сверлоупулеметчиком, продолжил воевать. Но во время одного из боев, боевший из Ростова против Денькинцев, Дениил Кифорович Волков был тяжело ранен в ногу, попал в госпиталь, и для того, чтобы спасению жизни, ему пришлось произвести ампутацию ноги. И вот после выздоровления боец просит, чтобы его опять зачислил в строй. Пишет рапорт командиру отряда, Юлиану Каномко, и получает отказ. Ну, естественно, кому нужен безногий боец, да? Но он не сдается. Пишет письмо в вышестоящей инстанции. И, наконец, ему было разрешено продолжать дальше службу. Он воевал вот на такой вот машине, это макет машины итальянской фирмы «Фиат». Бойцы в Кузне сделали ему очень удобный, крутящий секрет. Поэтому он садил сюда, приседался бы ремнями и вел обоих на врагу. За годы гражданской войны Деник Врачеволков был награжден орденом Красного Знамени. Вот эта награда, это первая награда, которая была учредена после революции 1917 года. Ну, естественно, после революции формы единого образца ни в красной армии, ни во внутренних войсках не было. Естественно, военнослужащие там нашли ту форму, которая еще осталась от царского периода времени, и в большом количестве находилась на царских кладах. Ну, что из себя представляла эта форма? Обратите внимание, на манекене вы видите зимнюю форму одежды образца 1910 года. Шинель практически была до 5, она так и называлась, длиннополая шинель. Иногда и высокая такая шапка, называлась она тревога. Вот на этой форме были отличительные знаки, по которым можно было определить, служит ли вы надслужащий в новых условиях, или шинель. Ну, вы об этих знаках должны знать, это красная лента на головном уборе, или красная повязка на рукаве. Если эти знаки были, значит, у меня существовало с представителем новых сраженных сил. Не было, начавлялся с представителем старой русской армии, форму, да, нашел, потому что мне нечего было одеть, либо она им нравилась, либо по каким-то другим причинам. А вот в 1922 году для внутренних войск была учреждена вот такая форма одежды. Видите, что приборное сукно зеленого цвета. Вот сейчас такой цвет приборного сукна на погонах, на головных уборах у военнослужащих, которые служат в пограничных войсках. А вы знаете, что пограничники, что они делают? Пограничники защищают границы нашего государства, защищают нас от внешних врагов. А вот в тот период времени, в 1922 году, пограничные внутренние войска были слиты воедино. Для них была учреждена одна форма одежды, и одинаковый цвет вот этого приборного сукна. В дальнейшем пограничники поставили этот цвет внутренним войскам. Начиная с 1924 года был введен другой цвет приборного сукна, крабовый или темно-красный цвет. И вот этот цвет остается в форме одежды внутренних войск, и посидеть. И потому вся наша экспозиция оформлена именно в этом цвете. Вот обратите внимание, крабовый, темно-красный цвет, цвет военнослужащих внутренних войск. Но, честно, в 1937 году форма одежды меняется, в строковой будет заполевая форма одежды. Вот в таком форме одежды внутренние войска вступают в Великую Отечественную войну. Эта форма была существовала до января 1943 года. В 1943 году форма одежды появляется по воле. Чуть позднее мы с вами ее посмотрим. Мы с вами прошли в раздел 20-90-х годов. И здесь вы увидите боевые знамена. Ребятки, обратите внимание, знамена шелковые, бархатные, на знаменах аппликация, вышивка, светоручная работа, и, конечно, в художественном плане эти знамена бесценны. Впервые боевое знамя было учреждено в 1926 году. И с этого периода времени все части внутренних войск получили свои боевые знамены. Дело все в том, что и в армии, и в внутренних войсках существовала традиция, традиция верности в боевом знамени части. Каждый боец или командир в любой ситуации, какая-то сложилась, обязан был спасти свое знамя. Потому что без знамени не существовала ни часть, ни среди, она расформировала. переставала существовать. Поэтому бойцы берегли их знамена, как зеницы украины, делали все возможное, если создавалась ситуация, для того, чтобы спасти знамя, даже, упоминавши, ценой своей жизни. Вы знаете, что наша страна пережила тяжелейшую войну, тяжелейшую, великолепнотичную войну, которая началась с 22 июня 1941 года, 1931 года, и закончилась, 9 мая 1945 года. Естественно, наша страна выиграла эту войну благодаря консолидации всех сил, и военных, и гражданским, потому что гражданские люди делали, работали в трубе, для того, чтобы обеспечить все для военнослужащих, которые непосредственно сражались на фронтах Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками. Они отстояли свободу и независимость нашей страны. Вы знаете, что сейчас приближается знаменательная дата, День Победы, 9 мая. Вы знаете, что по Красной площади пройдет Парад Победы. В этом параде принимают участие и военнослужащие внутренних войск. Естественно, наши военнослужащие пройдут по Красной площади, по разной форме одежды и на голове военнослужащих будет билет темно-красного цвета или крапового цвета. Естественно, когда военнослужащие будут в такой форме, они представляют имитут внутренних войск, как мы говорим, профессионалы внутренних войск, спецназ внутренних войск. Краповый билет просто так не дает, право отношения надо заслуживать. Об этих формированиях чуть позднее, а сейчас я вам немного расскажу о мужестве героизме, которые проявили военнослужащие внутренних войск в боях с Венецкой подшественными захватчиками. Мы знали, что в 22 июня Венецкой большинстве вращались в военном войне на поле начали в войну. Они были объявлены военным положением, на всеобщем организации, все промышленные предприятия были внутри на восток, на них был брошен клич «Все для фронта, все для победы». Но какие же задачи в годы Великой Отечественной войны выполняли внутренние войска? Прежде всего, они были непосредственные участия в боевых действиях, охраняли тылы, действующих армий, охраняли железные дороги, мосты, водные магистрали, телефонную и телеграфную связь, объекты оборонного значения, конвоировали, охраняли военносток, преступников и выполняли много других задач. В составе гарнизона Брестской крепости плечом к плечу с воинами Красной армии в Увасе сражался 132-й отдельный батальон наших войск. После освобождения Бреста в подвале казармы нашего батальона в Тиреспольской казарме на спине вы и на служащие нашли надпись. Обратите внимание, было написано, на ней было написано «Я умираю, но не сдаюсь, прощай, Родина». Обратите внимание на дату 20 июля 41-го года, это спустя месяц после начала Великой Отечественной войны, гарнизон Брестской крепости взялся в полном окружении, не имея ни связи, ни подгоза продовольства, вооружений, вообще не зная, что происходит в стране, мужественно до последней капли крови отражали атаки немецко-фашистских войск. Это копия надписи, то оружие, которое вы видите, подлинное было взято у стен казармы после освобождения Бреста. Вот этот кирпич, единственный из всех кирпичей, которые вы видите, подлинный, был вынут из самой стены казармы. Вы знаете, что был очень сильный огонь немецкой артиллерии, минометов, ко всему прочему, фашисты применяли здесь еще и огнеметы, была страшная жара. Как вы видите, плавился не только металл, но и кирпич, а температура плавления кирпича около тысячи градусов. Страшнейший арт. Вот эта мемориальная доска, которую вы видите, это подлинная мемориальная доска. Она была установлена у стен казармы практически сразу после освобождения Бреста. В конце 60-х годов у стен казармы была установлена новая мемориальная доска, но с тем же текстом. Обратите внимание, на фотографии вы видите молодого бойца, кирпича, армия Федора Ябов. Вот вы представьте, у него была очень мирная профессия, он был поваром. И вот когда фашисты напали, он взял в руки оружие, организовал из бойцов батальона небольшой отряд в количестве пяти человек. И они на протяжении 22 июня по 28 июня непосредственно отражали атаки у фашистов. Они подбили три фашистских танка. На протяжении всего этого времени Ябов дважды спасал жизнь политруку Кашкарова. 28 июня он получил смертельный ранимый поток. Уже после Великой Отечественной войны он был награжден Орденом Отечественной войны первой степени. Эта награда была вручена в 1974 году его родным. Под Ленинградом сражалось пять дивизий внутренних войск. Ребятки, на Ленинградском фронте развернулось снайперское движение. Это 10 снайперов Ленинградского фронта. У достойных высокого звания Героя Советского Союза можем с горстью сказать два представителя внутренних войск. Это Вежливцев и Галиченков. Они являются инициаторами снайперского движения во внутренних войсках. Были награждены ими иными снайперскими винтоками. А ну так винток у нас у меня. Я хочу ваше внимание обратить вот эту небольшую книжку. Это личный счет истребителей фашистов. Вот такая книжечка была у каждого снайпера. Он взрослый на количество уничтоженных фашистов после каждой проведенной операции. Военнослужащие внутренних войск принимали активную участие в строительстве и охране дороги жизни, которая была проложена Павлажскому озеру. Воины внутренних войск сопровождали машины Ленинграда по этой дороге, доставили на медикаменты, боеприпасы, продовольствие и увозять Ленинграда больных, ослабленных, раненых, женщин, детей, стрелку. Эта дорога была единственной кассажерной в городе, и поэтому военнослужащие делали все возможное для того, чтобы это ставить военнослужащие внутренних войск сражались на дальних и ближних подступах к Москве, доставить 4 дивизии 2 бригад 3 парни поездов внутренних войск. Ребятки, а перед вами находится оружие, которое использовали военнослужащие внутренних войск. Вот эта пушка бесценна для нашего музея. Почему? Образца 1927 года. Эта пушка принимала участие в боях за Москву. Она была теперь также в ключе четырех орудий, из которых впервые 5 августа 1943 года. Он произвел салют в честь обладения обладающих в зенитной установке. Там уже более в 8 образца 1954 года. А вот сзади вас пулемет максим образца 1905 года. обладающих индустрии армии 1960 года. Конструктор американец на максимуме доверия на первом сфере в долгамиле Барунасовна Шестерина Кулина. Ребятки, нас сейчас мы с вами 10-я дивизия внутренних войск. Командовый полковник 2-й. Много героических подвигов совершили здесь наши военнослужащие. Я хочу сказать лишь об одном макете. Обратите внимание на этот диорамп макет рядовой 272-го полка Алексей Ващенко во время одной из атак 5-го сентября 1942 года закрывает своим телом вражескую амбразуру в зото. Тем самым спасает жизнь своим товарищам. Это первый такой случай во внутренних войсках. Алексей Ващенко посмертно был награжден орденом Вильна. Дело все в том, что в годы Великой Отечественной войны, когда боец закрывал своим телом амбразуру зото, вот как здесь попавлено, такой подвиг назвали подвигом Александра Матросова. Александр Матросов совершил такой подвиг 23 февраля 1943 года в Псковской области недалеко от села Чернушки. Естественно, Александру Матросову было присвоено звание Герой Советского Союза. До Александра Матросова было 8 таких подвигов. Отмечен был Алексей Ващенко. Вот отсюда еще одна замечательная традиция у нас в войсках, традиция возницкового товарищества, как говорит сам «Товарища выручай в любой экстремальной ситуации служебно-бой деятельности». Ребятки, в период Великой Отечественной войны военнослужащие внутренних войск попали еще одну очень важную ответственность к задаче. Это вели борьбу с диверсионными группами, вели борьбу в глубоком тылу немецко-фашистских войск, на время оккупированной территории, принимали участие в формировании партизанских отрядов и вот те разведчики, которые шли в год в тыл к фашистам, они должны были при себе иметь документы удостоверяющие их личности. И такой документ выдавался. Спасибо вам лично, как мы можем сейчас тебе представить. Такой документ печатали на небольшом пучке парашютного шелка и вшивали в туалет и шелк в год в тыл. Если по каким-либо причинам попадал к фашистке и стал очень досмотром, то этот документ в одежде не просчитывался. Один такой подлинный документ у нас есть, а я хочу, чтобы вы имели представление, потому что ничего подобного ни в одном военной музее вы не увидите. Обратите внимание на удостоверение старшего претенанта Лапушкина. Вот так оно выглядело. Напечатано на шелке, я еще раз говорю. Вот он сам на фотографии. Если будете читать, там очень мелко все написано, важны последние две строчки. Там написано, что всем тем, кому данные военнослужащие покажут этот документ, должны всячески содействовать, помогать ему в выполнении поставленной признанной задачи. Естественно, партизаны в глубоком туму фашистов строили себе временное жилище. В дальнейшем они получили название землянки. На макете воспроизведен фрагмент такой партизанской землянки. Все вещи, которые вы извите, на исключение плаката, вещи все подлинные того периода времени это ценнейшие экспонаты нашего музея. Ну, естественно, вот такое подземное сооружение нужно было освещать, как было землян, да, и военнослужащие использовали светильники заводцов производства. Вот один из таких светильников здесь подвешен как раз. Обратите внимание. И крайне редко использовали светильники, сделанные из гильз. Посмотрите, пожалуйста, вот на столе стоит такой светильник. Из гильз. Туда вставлялся фетиль, фетиль пропитывался горючей смесью, поджигался и с помощью вот такого нехитрого светильника также освещалось в помещении. Но еще раз повторюсь, такие светильники использовали крайне крайне другое. Ребятки, как я сказала, 9 мая 45-го года окончилась Великая Отечественная война, а вот 24 июня 45-го года в Москве на Красной площади прошел парад победы. И в этом параде принимала участие дивизия внутренних войск, дивизия имени Зержинского. Наши военнослужащие были вот в такой парадной форме, которая специально шилась для парада победы. Ребятки, за период Великой Отечественной войны наша страна понесла огромные потери. Огромные. 26 миллионов наших граждан погибли за этот период времени. Из этой цифры 8 миллионов 600 тысяч это военнослужащие, а 97 700 это военнослужащие внутренних войск. Те, кто отдали свои жизни за победу над фашизмом. Ну а сейчас мы с вами проходим следующий раздел после военной войны. Ребятки, после войны и до сегодняшнего дня военнослужащие выполняют важнейшие задачи, охраняют особо важные объекты, охраняют общественный порядок на улицах городов. В конце 80-х годов прошлого века принимали участие в регулировании межнациональных конфликтов в бывших союзных республиках и выполняют много других задач. Итак, охрана особо важных объектов по самой бюре населяется часовой, отделе подразделения внутренних войск, охраняют непосредственно те объекты, которые связаны с атомным производством, охраняют сопровождают по железным дорогам, по автомагистралям ценнейшие и важнейшие грузы, охраняют отдельные участки газопроводов, нефтипроводов, туннели, низшие мосты в частности на Дании и Востоке осуществляют не только наземную охрану мостов, но и со стороны воды, и со стороны воды. А под водой службу несут, обратите внимание, военнослужащие водолазы, они одеты вот в такие костюмы, это боевые пловцы, естественно, они вооружены специальным подводным оружием, здесь видите подводный специальный автомат, четырехзарядный подводный пистолет, ручной реактивный гранатомет, это все то, что используют военнослужащие во время выполнения задач охраны особо важных объектов от водой. Естественно, при охране особо важных объектов военнослужащие используют и собак. Вообще на службе военнослужащие внутренних поиск по всем направлениям используют две тысячи собак. А перед вами чучело служебно-ростной собаки Урал. На счету Урала более ста задержаний особо опасных преступников и в 1964 году она помогла нашим военнослужащим задержать и обезвечь двоих бежавших из колонии особо опасных преступников. В момент задержания этих бандитов собака погибла, но благодаря ей удалось нашим военнослужащим захватить и обезвредить этих бандитов. Ну, а сейчас вот вы посмотрите на эту собаку внимательной. Кто-нибудь мне может быть скажет, что же это за порода такая? Овчарка. Овчарка. Хорошо. Так, а еще немецкая овчарка. А еще какие версии есть? Восточноевропейская овчарка. Восточноевропейская овчарка. Так, близко. Да, восточноевропейская. А еще ажиатка. А еще ну-ка, внимательно, на кого она еще похожа? На волка. Кто сказал? На кого похожа? На волка. На волка, совершенно верно. Значит, это не гибрид. Смесь овчарки волка. Только сейчас такую породу назвали не волкодав, а волкопес или волкособа. Волкопес или волкособ. При скрещивании улучшается качество жизнерской собаки. Она становится более выносливым, улучшается слух, неукзрение. Она умнее любой овчарки, быстрее наркотики, взрывчатые вещества. Собака очень понимает, когда она непосредственно выполняет боевую задачу, и тогда она четко выполняет распряжение инструктора. И когда это учеба, она тоже выполняет вот так, как считает нужно. И такое тоже бывает. Значит, если собака на службе, длее существа нет. Если собака вне службы, рядом с ней находится инструктор, длее существа нет. Ребятки, вот такая порода вот сейчас, она фактически должна производиться в промышленном масштабе, если будет говень для если нет, то вне длине породы этой породы на уровне эксперимента останется в Пермском моем институте внутренних войск на каждой генологии. Собака востребована во всех силовых министерствах. Во внутренних войсках ее будет установлен при охране особо важных объектов. Но сейчас мы с вами идем дальше. Я вам сказала о том, что у нас составит внутренний войск есть профессиональные части, как я сказала, элита внутренних войск, спецназ внутренних войск. Это те подразделения, которые ведут борьбу с терроризмом. Естественно, в эти подразделения специальный отбор. Ребята будут физически крепкие, здоровые. Тех ребят, которые занимаются определенным спортивным сектором. Почему? Когда ребят набирают, они должны пройти соответствующий курс физической подготовки, а этот курс не рассчитан на физическую подготовку молодого человека. Далее ребят готовят в моральном психологическом плане, а потом они сдают экзамен. Экзамен длится 4 часа. Сюда входит бег в упрещенной местности преодоления водной огневой преграды. Военнослужащие издают норматив по физической подготовке и стрельбе, горной подготовке. И последний экзамен, который они издают, это экзамен с инструктором рукопашного боя. Три раунда по 4 минуты, 12 минут спарринга с инструктором. И только тот, кто сдаст экзамен, его принимают в отряд и вручают в отряд вручение графом билета, есть специальный ретал прощания с отрядом. Значит, ребятки, перед вами форма одежды военнослужащих спецназа. Это начало 90-х годов прошлого века. Она так и называется «Ночь 91». Это форма предназначена для есенец и субборной весеннистой миссии. При выполнении служебной боевой задации военнослужащие спецназа надевают на себя маску, сверху одевается титановый шлем, бронежилет, он может быть легкий и тяжелый от 3 до 10 килограмм в зависимости от поставленной задачи. Далее альпинистское снаряжение и военнослужащие вооруженные автоматы системы Калашина прикорочены в разе 1974 года. При полной был выголовки военнослужащие спецназа на себя порядка 35-35 килограмм вес. Летом 40-45 килограмм зимой. Это вместе с альпинистским снаряжением. То есть, понимаете, служить в этом подразделении очень трудно и сложно. И, мало того, ребята выполняют важнейшие задачи по борьбе с терроризмом на территории нашей страны. Ну, естественно, выполняют огромный объем задач на территории Северокавказского региона. Ребятки, у нас в войсках есть своя авиация. Первые вертолеты появились, и самолеты появились в 1978 году. На сегодняшний день войска используют шесть типов самолетов и три типа вертолетов. Перед вами макет вертолета Ми-8, который используют военнослужащие при выполнении служебных задач в Северокавказском регионе. Ребятки, у нас в войсках есть свой журнал. Журнал на боевом посту, который рассказывает об истории внутренних войск и о современных буднях. Журнал очень интересный, его можно купить во всех киосках в розпечате. У нас есть свой ансамбль, академический ансамбль песни вляски внутри и поиск, которым был генерал Елисеев. Он был создан в 1973 году. И еще один немаловажный факт, в 1923 году во внутренних войсках было создано спортивное общество Динамо. И в составе этого общества вы знаете замечательных спортсменов, такие как например четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, лидер движения единства, герой России Александр Карелин, замечательный дуэт по фигурному катанию Наталья Ленчук и Геннадий Карпаносов, Лев Яшин, знаменитый футболист. Вы наверняка можете не помнить их, но дело все в том, что они очень много сделали для того, чтобы защитить честь нашей страны на самых крупных спортивных соревнованиях европейского мирового уровня олимпийских играх. И на смену этим замечательным спортсменам приходят плеяды не менее талантливых спортсменов, которые защищают честь нашей страны сейчас на всех этих соревнованиях. В 2014 году в Сочи прошла зимняя олимпиада и в сборной России было 43 спортсмена динамовца военнослужащие внутренних войск. 10 из них заливали металли золотые, серебряные и бронзовые. Вот как раз все фотографии этих спортсменов у нас здесь представлены. А я хочу ваше внимание пройти на фотографии капитана Лихового, который выиграл марафон 50 километров на лыжах и завоевал золотую олимпийскую медаль. Ничего подобного в истории не было наших войск. Значит, соответственно, военнослужащие в современный период времени также выполняют важнейшие задачи. У них, соответственно, и новая форма одежды, сейчас экипировка, знамена, средства защиты. Вот сейчас мы с вами все это посмотрим очень спокойно, не торопясь, поднимаемся с вами на второй этаж. в 1926 году, и фактически до 2009 года, в 2009 году вот такие знамена были заменены на знамена нового нового образца и выглядят они вот так. В 2009 году был релизован указ президента нашей страны о замене боевых знамен в частях внутренних поезд в советское время на новые. Вот так оно выглядело. Ну а сейчас мы с вами заходим дальше и я хочу ваше внимание обратить на ту форму, которую сейчас используют военнослужащие при выполнении служебной боевой задачи. Здесь вы видите вот такую форму ее используют военнослужащие оперативных частей называется эта форма призрак призрак это зимний костюм военнослужащий который охраняет общественный порядок на улице городов они одеты вот такую форму на голове шлем джета высокопрочный который защищает военнослужащего от различных ударов а вот здесь вы видите ту форму в которой одеты военнослужащие один из комплектов в которой одеты военнослужащие разведподразделения внутренних войск называется она сигма военнослужащие разведчики вооружены оружием вот обратите внимание пистолет пулеметки поиск 9 мм калибр военнослужащие спецназа о которых я уже говорила страповые билеты да у них вот такая форма сигма называется она вооружены автоматом вал 9 мм калибр образца 1987 года вот этот автомат не уступает автомату Калашникова ну дальность стрельбы до 450 метров ну а результативная стрельба до 200 метров здесь вы видите щит органокерамический пятого класса защиты который используют военнослужащие при освобождении заложников и вот здесь как раз на фотографиях вы видите когда проходили учения наших военнослужащих и здесь как раз вы видите когда они используют щит для освобождения заложников ребятки я вам сказала что вы наступающие мутилифоны по полной и подвесной подачи как-то у вас на макет у нас конечно на первом этаже вы видели костюм который используют боевые пловцы здесь вы видите еще один из костюмов и самое интересное вот этот аппарат замкнутого дыхательный аппарат замкнутого типа ИДА-2000 вот с помощью такого аппарата военнослужащий может находиться под водой и действовать там незамеченным потому что пузырьков никаких нет все происходит вот в замкнутом варианте под водой и мы с вами на первом этаже видели одноствольный реактивный гранатомет здесь видите многоствольный реактивный гранатомет который устанавливается на катерах и военнослужащие с помощью такого гранатомета защищают особо важные объекты со стороны воды адресом группы хотели ребят идем дальше все выходим идем дальше все 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 мы с вами находимся в зале славы в зале памяти здесь приковечены фамилии героев Советского Союза воспитанников внутренних войск на сегодняшний день их 306 из 1991 по настоящее время у нас в войсках 108 героев Российской Федерации здесь же вы увидите фамилии этих военнослужащих на стене в центре вы увидите икону на иконе родноапостольный князь Владимир защитник земель русских собиратель земли русских главный защитник военнослужащих внутренних войск эта икона была написана в Свято-Данилово монастырейка написана Васильевым и икона постоянно находится у нас два раза в год ее увозят в храм Христа Спасителя это на день внутренних войск 27 марта наши войска отмечают свой день день рождения и ее увозят в храм Христа Спасителя и там проходит молебен этот молебен ведет и соответственно в день равноапостольного князя Владимира 28 июля она также выставляется в храме Христа Спасителя и на службе присутствуют и военнослужащие внутренние войск и гражданские верующие люди а все остальное время она находится здесь в музее ребятки после нашего музея вы подойдете к памятнику напротив музея в сквере находится памятник военнослужащим внутренних войск погибших при выполнении служебно-боевых задач в горячих точках в северокавказском регионе этот памятник был открыт 10 ноября 2002 года на открытии памятников присутствовал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин и естественно когда подойдете к памятнику он очень красив на фоне мраморной стелы скульптура скорбящей женщины вспомните подойдя к памятнику о всех тех военнослужащих которые отдали свою жизнь за нашу свободу независимость мир и покой в нашей стране на этом наша экскурсия с вами завершается я вас благодарю за внимание спасибо вам большое я вам благодарю я вам благодарю доброго вы подошли да я вам благодарю бегать не надо бегать не надо значит если вы стали посидеть посидеть вам не так пока когда живут мы зайдем так теперь садитесь садитесь значит естественно приедете в поле вечером приедете домой все здравия и как родители ваши знают что вы сегодня были в музее естественно они же вам зададут вопрос в каком же музее вы были вот что вы им скажете музей внутри молодцы а что же интересно вы в музее видели в музее в музее в музее собаку видели да а что это собака урала 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 или воруж это не вредит волк 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 а еще что интересно вы видели машин так а еще основная элита внутренних войск это какие подразделения спецназ совершенно верно отличительная отличительная черта военнослужащих спецназов в форме какая краповый билет а краповый билет когда дается после экзамена совершенно верно а кто-нибудь помнит что в этот экзамен входит рукопашный бой рукопашный бой да спаль век попереченной местности так дальше на скалах горд зверная подготовка совершенно верно стрельбу проверяют меткость стрельбы и еще преодоление водной преграды огневой преграды то есть это элита внутренних войск и когда мы смотрим с вами парад победы 9 мая мы все с вами будем смотреть то естественно по красной площади идут и на следующий внутренний войск элита внутренних войск спецназ внутренних войск они идут все в краповых билетах ну а теперь самый сложный вопрос ребятки значит на базе внутренних войск какие же сейчас будут создаваться формирования молодчинка национальная гвардия войска национальной гвардии которые будут выполнять важнейшие задачи одна из них это борьба с терроризмом внутри страны и от того как будут выполнять задачи наши военнослужащие вы будете себя чувствовать в стране я думаю что вы будете чувствовать себя спокойно молодцы я просто не ожидала что вы сегодня так усвоите этот материал молодцы просто так что я спокойно вы просветите сегодня своих родителей и я думаю что у них тоже возникнет желание прийти к нам в музей вы можете сказать что их приглашают посетить центральный музей внутренних войск да а 9 мая мы пойдем в музей с папой на 9 мая в музей в музея Великой Отечественной войны на Поклонную гору у нас есть смысл где есть музеи разные ну наверняка подойдется на Поклонную гору потому что там будет проходить праздник большой концерт наверняка там будет очень интересно Ну и на улицах города, естественно, будет очень много людей и ветеранов. Ребятки ветеранов сейчас остается очень-очень мало. Это те люди, которым мы благодарны за мир и покой в стране. За то, что они защитили нашу страну в этот сложный период времени. И не дали ее разграбить, поработить фашистским войскам. Поэтому, конечно, их осталось очень мало. Если вы увидите их наградами, поздравьтесь с этим игратьем. Если будет возможность, подайте один-один цветочек с благодарными словами. За то, что они нам сохранили мир и свободу. А вот у нас два соседей. У меня нет руки. Она потеряла ключи. И она пришла с магазина, и мы ей отдали. Именно на 9 мая. Молодцы. Молодцы. Мне бабушка была в Китинале. А кто-нибудь будет у вас в акции? Сейчас проводится акция «Бессмертный полк». Кто-то будет у вас? Вы понимаете, дело в том, что ребятки в эту войну практически родственников потеряла каждая вторая семья. Это прабабушки, прадедушки. И, естественно, о них помнят сегодня живущие. И вот в этой акции принимают все они. И по Красной площади проходят они с портретами своих родственников погибших. И вот это как бы дань уважения этому поколению. И то, что оно никуда не идет, оно будет все время с нами. Потому что они действительно внести большой вклад в свободу и независимость нашей страны. Поэтому вот эта акция, она будет продолжаться с года в год. А в прошлом году в этой акции принял участие президент нашей страны. Она будет продолжаться с года в год. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...